Привет-привет! Я старалась, конечно, снять какой-то милый атмосферный влог, но понимала, что я просто в моменте беру камеру и резко снимаю сначала одну распаковку, потом другую. Вот на себе сейчас бежит. Какой-то день наперекосяк. Сейчас у нас с вами будет распаковка. Сегодня вообще 8 марта, и вчера вечером нам поставили вот такую коробку прям под дверь. Она, как я понимаю, даже не закрыта была никак вообще, ни в пакет не запечатано, ничего. Это настолько ужасно, что там все, что сверху лежало, оно в такой дождике, в испарине, в снегу, наверное, было. Это вообще жесть какая-то. Никогда так не доставляли, это ужас. Давайте посмотрим, что у меня здесь. Ой, походу разбила там что-то. Пастила фруктовая здесь практически килограмм. Да, без сахара, она очень вкусная. Я не знаю, зачем тут вот эта картонка, потому что обычно здесь прямо окошко, и вы видите, что внутри. Привет. У меня похожие эмоди. Там очень много маленьких упаковочек пастилы без сахара, там штучек 5, наверное, 5 таких прослоек в каждой упаковке. Ну, в общем, я думаю, если вы знаете, то знаете. Очень вкусно, это ассорти, я прям обожаю, и мама у меня обожает, и на СИП тоже, вместо конфеток каких-то. Тут как раз-таки давайте посмотрим, что звенело, если я смогу это открыть. Там за кадром на СИП кашляет. У меня, кстати, новый маникюр, зацените. Молочко. Здесь есть окошко, но я, если честно, открывала и уже сложила там, как попало, поэтому в окошке некрасиво смотрится. Здесь набор. Как этот цветочек называется на СИП? Модель. И к ним, соответственно, идет два блюдечка. Такой, наверное, набор под эспрессо, что ли, или я не знаю, что из этого еще пить. Лекарство какое-то, когда у вас живот болит. Слышишь, а помнишь, у тети были такие цветы, по-моему, орхидея называют. Мне кажется, это не орхидея. Ну, у тети были, помнишь? Не помню. Тут написано, что это императорский фарфорный завод. Какой-то завод в Санкт-Петербурге, который делает фарфор. Так что вот такие чашечки. Не знаю, прикольно, пока здесь оставлю. Дальше, что здесь в распаковке, я снимала на прошлое видео, поэтому это просто у меня здесь лежит, чтобы я сейчас на 8 марта все распределила всем, потому что скоро еще, возможно, мы к моей семье поедем в гости сегодня, не знаю, потому что на СИП очень сильно кашляет, но мама уже написала, что тортик подготовила и ждет нас. Поэтому нужно распределить, чтобы все готово уже было. Тебя тортиком заманят меня печеночными оладушками. Да, тебя мясом и мясом сладким. Здесь обычная пачка салфеток, много-много штук, 250, наверное, не вижу, где написано. Я никогда такими салфетками не пользовалась, вообще никогда. Я не понимала вообще, зачем их покупают и кухню ставят, потому что, может, я всегда аккуратно кушала, но потом мы с Носибом начали жить, и он постоянно, а где салфетка? Дай салфетку. Мне в итоге пришлось салфетки постоянно закупать. Я вообще не понимаю, как можно пачкаться, я же руками не ем, и ладно, окей, молчу, а то у меня сейчас Носиб умьет. Дальше у нас здесь шторка для ванны новая. О-о-о-о, аллилуйя! Потому что ее нужно постоянно обжаривать. Прошлые, наверное, всего 3-4 месяца, но она выглядит очень плохо. Ну, смотрите, старые лучше выкидывать по одной простой причине, потому что либо ты моешь растворителем, грубо говоря, а из-за этого растворителя у тебя потечет картинка, да? Либо, ну, я не знаю, новый постоянно покупать. Просто вот эта грязь, она не отмывается просто. Да, потому что очень многие стирают, а на самом деле там столько микробов на этой шторке. Шторки, они одноразовые, я тоже придерживаюсь, только у меня иные. Вот эти штуки я постоянно выкидываю, я не знаю, зачем они постоянно в комплекте идут, как в каждой шторке, реально, как будто кто-то одну шторку всю жизнь покупает, и поэтому им кладут такое. Здесь отмечен размер 1800 на 1800, ой, 180 на 180, я не мериваю. А ты что, хочешь всю комнату обернуть? Тут еще разные цвета, но не отмечен, какой у нас, но, как видите, у нас должен быть светло-серый. Сейчас я его раскрою, он как раз светлый должен быть. Ой, она такая плотная, прикольная. Посмотри, вот сколько стоит такая шторка? 500 рублей. Ну, 500 рублей раз в 3 месяца, я считаю, это вполне. Ну да, но там есть шторки за 2,5 тысячи, и в зараховом, наверное, можно и по 5 тысяч найти, но вот это прям плотное, хорошее. Сейчас у меня будет видно или не будет? Ух, там много тебя, знаешь, много носилов. В общем, я надеюсь, что это подойдет к нашей ванне, потому что у нас такой бежево-серо-черный даже интерьер ванны. Ну, я повешу, вам еще покажу. Мне нравится то, что там прозрачненько. Ну да, мне кажется, свет проходить будет, тем более у нас там светло всегда. Это я пока на пол скину. Шторку повесили. Очень классно смотрится. Она сама еще вот разгладится после парочки приемов душа горячего. По длине вообще идеально, как раз-таки не касается дна ванны, значит, не будет оранжевым цветом покрываться. Снизу вот, например, от маски для волос, от всякого геля, для душа, от пенки. Ну, вот так, если прям стоять, то, конечно, она просвечивает. Ну, вот если издали, то как будто много вас будет. Вот так в закрытом состоянии смотрится. Вот, очень классно смотрится, особенно вот с этой серой нашей стороной, потому что вот тут и на этой стене у нас бежевый. И что касается ванной, сейчас я вам подсниму еще. Мы купили крепеж для зубных щеток. Вообще, это называется стакан. Ну, это нифига не стакан, потому что мне очень нравится в стороне что-то хранить. И мне нравится вот такой подвесной механизм, тем более прозрачный, вообще легкость супер-купер. Так что вам сейчас покажу, как это смотрится. Конечно, для этого нужно белые щетки, наверное, заказать или бамбуковые, но я что-нибудь придумала. Бамбуковые, это что? Заревянными ручками? Да, натуральные есть. Ну, мне нравится. Вот та самая держалка. Тут можно поставить и зубные щетки, и бритвы прицепить. Я видела, кто-то даже мочалки сюда вешает. Вот она открепляется, если нужно помыть, например. И клеится просто вот на такой круг. Снять тоже очень легко. Вот так вот взял. У тебя щетка в руках. Ну, конечно, хочется что-то не цветное сюда. При упаковке ватных дисков. Да, а то они заканчиваются начали. Из-за моего кровотечения вечного. У носа из носа крови постоянно идет, и поэтому он заберет мои ватные диски. Не постоянно, это... Я сразу заказала много. Ну, тем более, я ими каждый день пользуюсь. Там тоник даже нанести тот же самый. Постоянно что-то протереть. Поэтому это нужная вещь. Пусть лежит в запасах. Дальше здесь набор, который мы когда-то у моей мамы в гостях пробовали. Я решила его заказать. Случайно его увидела. Набор восточных сладостей. Тут арахис в кунжуте, наверное. Это лукум. Это тоже лукум. Это тоже арахис. Ну, кстати, неплохой был. Ну, вкусный набор. Да, вкусный набор. Большинство вкусного было. Свежие, мягкие, а не потрогай. Не знаю. Это орешки. Какие они мягкие будут? Не, ну... Финики, изюм. В общем, классный набор. Заказала тоже кому-то подарить. Либо так в гости пойти. Очень здорово, мне кажется, будет. Конечно. Дальше еще одна пастилар. Потому что вот это были разные заказы. И я забыла, что я в одном месте уже заказала. Но тут полкило. Если тут 800 грамм. И фирмы, по-моему, разные. Но они обе без сахара. Вот, кстати, окошко. Вы видите, как выглядит. Я пыталась вам объяснить. Ничего не понятно. Очень вкусная, классная. Она такая прослойками, да? Да. Такие маленькие, много-много. Ты вообще вспомнил? Да, да, я забыл. Она вкусная. Я взяла крем. Точно такой же, как у нас сейчас открытый стоит. Я вам показывала тоже в прошлой распаковке, когда я его заказывала. Да, у нас там заряжается ирригатор и крем стоит. Смотрите, сколько его уже осталось. Ты что? Это за месяц такой расход. Это очень-очень маленький расход. Ты что, месяц надо доказывать? Я думал, две недели. Ну, ладно, две недели. Такое же. Кстати говоря, ирригатор я заряжаю второй раз. Хотя он у нас уже третий месяц. Первый раз, а то он не полностью разрядился. Я на всякий случай зарядила, потому что я просто такой предусмотрительный человек. Так что его надолго хватает. Я раньше думала, ну, наверное, каждые пять дней нужно заряжать, потому что мы пользуемся от одного до трех раз в день, наверное, вот если на двоих считать. И очень хороший такой расход, так скажем. Мы, кстати, маме на Сибу тоже такой ирригатор подарили. Так что вот крем. Это огромный шампунь. Он прям действительно больше стандартного. 700 миллилитров. Очень классный шампунь. На самом деле, я долгое время пользовалась какими-то там супердорогими, бессульфатами. Особенно после кератина мне мастер советовала. Что? У тебя, не знаю, тысячу восемь только на эти шампуни и все средства обходило. Вот этот шампунь покупала моя мама, когда я вот училась в школе. И мы там дома все одним и тем же шампунем мылись. Все и мальчики, и девочки. И мне он очень нравился. И аромат вот именно оранжевого цвета. Да, мне запах тоже нравится, кстати, его. Я, кстати, наверное, буду пробовать все равно разные, потому что говорят, что если волосы привыкнут, то потом они не так отмываться будут и перхоть появится, поэтому нужно всегда менять шампуни. И зубные пасты тоже. Да, зубные пасты я меняю, кстати. Ты замечаешь, я постоянно, каждые две недели меняю тюбик, хотя он не качается у нас. Я знаешь, о чем подумал? Нам теперь нужно будет покупать тюбик только с большой крышечкой, потому что он специально только под большие крышечки. Да, а у нас в запасе три дорогих зубных пасты узких, которые не подойдут в эту дырочку. И плюс я же еще купила вот такой, который ставится. А, три. Дальше я тут доставать не буду, попрошу Носифа показать. Здесь запас кофе, кстати говоря, этот не очень вкусный, но когда пьешь с молоком или даже если какой-то сироп добавить, то отлично. Пусть в запасах такой лежит. И молоко. Коробку кого-то на мусорке нашел, я, конечно, извиняюсь, положил туда, из машины выгрузил и все. Это что, мы сейчас будем что-то пить? Смотрите, что несет Носиф. Он только что спускался к подъезду, подъехала моя мама и передала подарок. Офигеть. И Носиф уже знает, что там. Да, мама потому что сказала. Созвон был, важный созвон. Я сижу на нем и Носиф эту коробку на кухне ко мне заносит. И я просто вижу краем глаза, что огромная коробка, и у меня начинают мысли теряться. Я уже несколько раз извинилась перед девчонкой, но первое, что мне пришло в голову, это пылесос беспроводной. Но мне хватает робота, и я не говорила маме, что нам нужен пылесос. А это электросамокат. И мне там тоже подарок. А там, наверное, шлем. Там мой подарок. Твой подарок? Давай, давай. А что, я там буду хвататься? Мне придется тогда тебе подарить еще электросамокат. Ездить, наверное, буду. Ты в спортзал будешь есть и не замутать? Конечно, конечно. Там у тебя такая дорога узкая до спортзала, ты всех сбивать будешь. На матрасник. Потому что мы жаловали, что у нас скрипящий на матрасник. А ты знаешь, что там? Надеюсь, шоколадки. Набор посуды? О, да. Да? Серьезно? Смотрите, как он радуется. О, там такой жаркой можно на нем делать. Просто. Вообще просто с ума сойти. Ты красивый, нам как раз такой нужен был. Ты знаешь? Да, в нем можно и суп, и жаркой. И вообще можно его вот так убивать. В России. А, это для плова? Это вообще для плова, для настоящего. Не кричи у тебя голос, сядь. Господи, это для настоящего плова. Смотри, как будто на этой стороне тоже жарить можно. Так это, да. На ней ты делаешь зажарку для плова, потом переворачиваешь туда. Что? Так можно? Конечно. Что, сломал уже? Нет. Ты закрываешь ее, вот так вот. Все, и она потом специально пловнится. Довольный, любитель плова. Вообще, бро. У нас сегодня на обед плов, на ужин плов. Вчера был на обед плов, на ужин плов. И позавчера. Там же катался плов. Да. Смотри, какие колесики маленькие. Лолы, собирай его. У меня ничего не получается. С прошлого кадра я пришла одна минута, папа попросил спуститься к подъезду и стоял там с цветами. Закрытые, значит, суперсвежие. Астромерии, наверное, про которые мы вроде с носиком говорили, что на чашечке они нарисованы. Астанька. Упали. Они когда раскроются, еще и еще больше будут, хотя и так уже огромный будет. Сейчас готовлю в духовке вот эту пиццу. Ни разу не пробовала, но опять же знаю, что ресторан в Москве очень-очень ценится вот этот. И вот эта красотка. У меня тут на фоне стирается постельное белье, поэтому немного шумит. В принципе, она небольшая. Я думаю, мы прям на два укуса так и съедим ее. Уже следующий день мы приехали на завтрак. Сегодня мороз и солнце. Моя самая-самая нелюбимая погода, потому что я только вышла, и у меня сразу глаз начал слезиться. Прям вообще без установки. Это просто ужас какой-то. Мы сейчас идем кушать в рыбное местечко. Очень давно мы там, Стасиба, не были. Больше двух лет, наверное. Я сегодня утром прям с 7 часов, где-то за полтора часа смонтировала всю прошлую часть влога, который вы сейчас посмотрели. И хотела в итоге прокомментировать, что нам пицца не особо понравилась. Но она такая, типа, нормальная. Вот это единственное слово, которое можно описать. Еще у меня ботинки прилипают к полу, и я иду как сквидборд. Хотела в итоге здесь доснять продолжение, но играть музыкой, надеюсь, не сильно помешает. В общем, пицца не особо нам понравилась. Как бы она вкусная. Знаете, если бы я приехала кому-то в гости, она там была, я бы с удовольствием съела. Но так что второй раз ее заказать и сделать вот так дома, нет. Стасиба обсудили, что во вкус вели тоже замороженные пиццы, продаются. Они вот там очень вкусные. Ну, еще, может, какие-то другие бренды попробуем. Именно римская такая хорошая пицца из качественных ингредиентов. Будем пробовать, в общем, искать хорошую. И еще мы в итоге пошли все-таки в гости к моим родителям. И мой брат еще как раз предложил, что когда погода будет хорошая, мы сможем брать его электросамокат, чтобы кататься вдвоем. И мне кажется, это супер идея. Именно летом, во время заката, когда тепло, доехать прямо дома. Я надеюсь, заряда хватит. Надо почитать, насколько заряда хватает. Доехать до центра. Потому что я знаю, что до центра пешком от моего дома дойти два часа. Или даже меньше. Мне кажется, на самокате это вообще полчасика займет в одну сторону. Мы заказали блины, потому что на маслянице мы их не поели. У нас были только панкейки. Я показывала в видео, что я ем за неделю буквально позапрошлой, что ли на канале было или прошлой. Так что посмотрите. Так что сейчас я заказала себе порцию блинов с лососем. Носим заказал себе порцию блинов с икрой. И еще что-то мы взяли. Омлет с лососем еще взяли. И чай манго-маракуйя. Но, наверное, это чайный напиток будет. Чай без чая. Вот так называется. Надеюсь, вкусно. Очень не такой сахарный. Потому что я чай с сахаром ненавижу. И когда сироп прям такой некачественный, не из пюре делается, а именно просто из сахара, такая жижа, то я не могу такое пить. Я сижу за своей программой. И нам принесли чай. И прям пюре, можно сказать, есть. Но, в общем, приятный. Немножко такой водянистый, конечно. Я бы побуще сделала, чтобы вкуснее. Но все равно классно. Нам принесли заказ. А почему тебе закрой? Насею. Ну ладно, я не буду, кстати, вот это вот мое. Очень вкусные блинчики. Здесь их, причем, много. И омлетик с паштетом. О, паштет, кстати, очень вкусный. Это рыбный паштет. И сейчас будем кушать всем приятного аппетита. Это тоже фута. Омлет и... Я не знаю, что это. Это паштет какой-то, но он очень вкусный. Приятного аппетита. Спасибо. А сковородка горячивает? Ну да. Попробуешь? Пошли... М-м-м, готово. Готово. Сипер рассказывает, как ему абонемент с Мордал продали в несколько раз дороже, чем он продается. И потом этот чувак, который мне продал этот абонемент по телефону, он заводит новеньких, каких-то других людей, которые он продает, и говорит им, типа, цену в два раза дешевле за год. Я такой думаю, офигеть, мне встать. Она тебе воплотила уже. Мне встать, сказать им, мороз и солнце, день чудесный. У нас появилась традиция с прошлого, или даже с позапрошлого раза, когда мы вот ходили так в ресторанчик кушать, на ужин или на завтрак так же выбирались. Мы заходили потом в хлебную лавку, я не знаю, как это правильно называется, кондитерская, может, даже там булочки. Я вам поснимала немножко, чтобы показать, чтобы вы поняли, что это такое. Там очень вкусный хлебушек продается. Он как батон, но он весь посыпан маком, стоит 100 рублей. И это то, что я могу кушать прям вообще без всего, без колбаски, без вообще без всего, без джема. И для этого ты взяла копченый сыр? А, ну, за копченым сыром, да. Я внезапно туда тоже решила зайти, потому что он очень вкусный оказался. Это сейчас почти середина марта, и у нас снег лежит, и холодно. Насибу он еще в подштаниках, да. Нам идти тут, ну, не пять минут, а подольше, поэтому с вами немножко еще поболтаю. Я хотела объяснить, почему название влога в самом начале я поставила «Дни вместе», что ли. Потому что мы с Носибом всегда вместе, и я даже думала, типа, странно, что я так напишу. Вообще мы всегда 24 на 7 вместе. Просто подумала, что будет странно, что у меня уже несколько влогов, которые просто там назывались в самом начале, типа, «Влог двух дней», вот так назывался. Тут я решила все-таки написать два дня вместе, потому что мы и так вместе. Я именно про то, что на первых секундах написано текст, который появляется, а не про название видео. Я уже дома, всю дорогу Носиб меня расспрашивала про блогеров, кто первый в России начал снимать на YouTube. А я, в принципе, в этой каше, так скажем, варилась, и сама там с 12 лет пыталась снимать на другой канал. Уже сейчас его никак не найти, но поэтому разбираюсь в этом. И там, кто самый популярный блогер, тоже могу там рассказать всю биографию, так скажем, потому что это я вообще жила этим с 12, наверное, до 17 лет. Потом просто в универ поступила из-за того, что у меня не получалось по просмотрам, по подпискам, у меня руки опустились. Но, вот как видите, универ закончила, и решила YouTube снова создать. Я вот снимаю, там на фоне твои цветные носочки. Я очень приодет. Хорошо. Я сейчас хочу поменять воду у цветочков, и в увлажнитель надо воды налить, потому что я чувствую, что у нас очень сухо дома. И сейчас хотела вам показать, смотрите, да у родителей были. Они передали такой пакетик. Просто я сидела внезапно, что-то монтировала в телефоне или с подругой переписывалась, и мне уведомление от папы, чем ты бреешь ноги. Так странно было. И я потом просто написала бритвой. Попросила скинуть модель, и просто пошел, видимо, где-то кассеты лезвия нашел, как это правильно называется. Вот такая упаковка, и какие-то две другие. Странно вообще, я не просила, но это всегда нужная вещь, тем более, вот эти фиолетовые красивые, мне кажется, они какие-то мягенькие будут. Классно, так что. Вот такой подарочек. Там еще была банка маленьких огурчиков, корнишонов, потому что я только такие ем, и папа знает, чем меньше, тем они вкуснее, а большие я вообще ненавижу. Вот, поэтому такая милота. Сейчас надо прибираться, хочу все это на место поставить, и смонтировать сразу вот влог. Все, что вы сейчас смотрели, прям вот так я буду делать, вот здесь, лежа на кровати, чтобы вы понимали, как создаются влоги. Я вчера помыла голову, очень много маски донесла, прям очень, чтобы у меня такие выпрямленные волосы были. Так в итоге я их высушила, там со всеми средствами, все как положено, все как надо. У меня просто какой-то взрыв на голове был, я думаю, что это, как это. И я их выпрямила, я долго выпрямляла, в итоге я сегодня проснулась, и у меня вот это на голове. Обычно вот так прям в раковину кладут цветочки, сейчас еще от ленточки, хочу избавиться. Вроде они длинные, ленточки их держат, но я понимаю, что им тут здесь очень туго, и это очень плохо для них может быть, вот особенно для низа. Поэтому сейчас их подрежу. Здесь и фиолетовые, и розовые, и беленькие. Очень красиво смотрятся. Раз у нас тема ютюба началась, я хотела вас спросить, какие прям самые первые блогеры, вот с кого вы начали там ютюб смотреть регулярно, постоянно. Ну вот кто был самым вашим таким родоначальником, предводителем. Потому что я помню, что я смотрела вот Катю Клея, Прому Желудя, всю компашку. Плюс я всегда смотрела британский ютюб, это мне еще помогало английский выучить, вот именно британскую компашку. Они всегда вместе снимали, они начали вместе вообще рядышком жить все, кто-то прям вместе в одном доме жил, в одной квартире. И я смотрела настолько, меня это вдохновляло, как только вот начали снимать на российский ютюб, очень много блогеров. Та же Катя Клэб, Дима Ярузевич появился. Вот как раз таки Дима меня, грубо говоря, замотивировал самой снимать что-то, потому что Дима был похож на Джастина Бибера, а я уже тогда фанатела по Джастину, и из-за этого как бы это меня подтолкнуло, что вот я тоже могу так сделать. Мне родители тогда подарили видеокамеру, она такая, типа самая простенькая на тот момент была, даже, мне кажется, сегмента ниже среднего, потому что она еще даже не в полном разрешении как бы снимала, не в Full HD. Это была не зеркалка, как все блогеры снимали, и не влоговая камера, а такая, знаете, вот так ты ее делаешь. Фу, у меня стирается, это же зелень. Вот так держишь эту камеру, и окошко так открываешь, вот такая видеокамера. Вообще никакой блогер, мне кажется, на такую не снимал, но у меня была вот такая, еще родители подарили штатив, купили мне зеленый фон, такой гринскрин, хромакея называется, чтобы я могла менять фон на видео, и меня вот это как будто замотивировало еще больше фишек по монтажу, узнать, делать как бы круче и лучше, выделяться как-то, но, к сожалению, может в силу возраста, может в силу неопытности, и такого затыка в голове, что я все знаю лучше всех, мне там не нужно обучаться, я и так сама все сделаю, просто нужно время, вот из-за этого у меня не было результата. На самом деле просто я бы обучилась, пошла к кому-то там на ведение, на полное ведение, как бы аккаунта, помощь, консультацию даже минимальную, мне кажется, у меня бы тогда был результат, потому что активы у меня хорошие были, и связи даже у меня хорошие были, у меня столько переписок с крупными блогерами, у которых там миллионы подписчиков сейчас на ютюбе, но это все, к сожалению, осталось в прошлом, уже 10 лет прошло. Это огромная боль, когда берешь что-то вкусное, горячее, с пылу жара в магазине, либо то, о чем ты давно мечтал, и ты не можешь это съесть, потому что ты очень-очень объелся в ресторане. Засиб теперь смотрит всех блогеров, про которых я ему рассказала. Мне интересно, чем ты живешь, вообще что-то интересное. Я из блогеров никого, ну, они смотрят, только в Эшплей иногда, а так, ну, интересно, почему ты смотришь их, и вообще как это происходит. Кстати говоря, мы сегодня завтракали в заведении, в котором я делала свои самые-самые первые сторис. Через две недели будет ровно три года с того дня, когда я все-таки решилась, меня это как бы подтолкнуло, и мы с Насибовым пришли, он сделал мне первые фотографии, я впервые пробовала обрабатывать сторис в стиле, который тогда был популярен. Nintendo Switch это. Я недавно ехал в автобусе, и чувак сел, вот с такой штукой огромной ел, нифига себе, что это? А как-то ты Nintendo Switch, да? Я вон там играл в игры какие-то прикольные. Хочешь такую штуку? Нет. Я не играю в игры, я их делаю. Вот повезло мне, девчонки, завидуйте. Самое главное, что я сейчас сделаю, это протру зеркало, потому что ненавижу, когда вот такие поверхности, они пыльные, буквально за сутки пылятся. И дальше я хочу монтировать все. Воду меняла, подрезала их, Насиб залил воду в увлажнитель. Не знаю, там ароматизатор есть, нет, в прошлый раз мы наливали эвкалипт. Я хочу что-то сделать с волосами, я их и мыла сегодня, и миллион средств нанесла, и укладывала, ничего не помогает. Вот это вот, что такое торчит? Они где-то как сопли, где-то они слишком пушистые. Я нанесла очень много всего. И, конечно, они гораздо лучше выглядят, чем просто я их бафеном высушила, но все равно я хочу взять средство для волос Насиба. Это гель, он им укладывается только, если у него прям волосы сухие, нужно выходить, вот прям быстро вот так вот сделал и все, пошел. А обычно после душа он просто мусс наносит, расчесывается, и все, ну просто идеально укладка, как будто он из салона вышел, я прям завидую. Я сниму сейчас колечки. Зачем я это буду делать, я не знаю, потому что у меня поменялись планы, мне кажется, эхо большое. Я думаю, так будет лучше. Я самый пунктуальный, ответственный человек в мире, просто которого вы даже можете знать через интернет, вот самый-самый. И, конечно, я ненавижу, когда планы меняются не по моей воле. Когда была какая-то договоренность, и она резко меняется, и плюс даже она как-то не сразу меняется, а тебя как будто держат в подвешенном состоянии. И, не знаю, я как-то немножко себя приземляю. Кстати говоря, я решила влог снимать, чтобы как-то отвлечься, потому что я понимала, что я, во-первых, немножко выговорюсь, а во-вторых, я негативные эмоции, которые у меня уже проявляются, они как бы на пике, чтобы там разозлиться, или ну просто как бы день впустую провести, в мусорный ящик выкинуть этот день. У меня эти эмоции как бы не то, что подавляются, а перекрываются хорошими эмоциями. Это то же самое, что всякие тусовки можно заменить. Смотрите, сколько тут расходовано за три месяца, мне кажется. Очень-очень мало. Но это жесть, я выпрямляла волосы сто раз, я резинкой потом вообще их никак не пережимала. Что вот это такое? Тусовки можно заменить другими эмоциями. Например, то же самое, хотите какой-то экстрим и пойти в новый бар в Москве, какой-то подпольный, можете прыгнуть с парашютом. Они и те же эмоции гарантированно вам будут, только полезнее для вас. Я не знаю, вообще ничего не изменилось. Или я наоборот как прилизанный бобик стала. Блин, не знаю. Сейчас я минут сорок, наверное, в облоге буду просто разговаривать, но ничего, бывает. Здесь в любом случае есть тайм-коды, если кому-то что-то неинтересно, можете ими воспользоваться. Не знаю, что-то поменялось или нет, у меня ощущение, что я просто хотела чем-то отлечься и что-то сделать, чтобы не сидеть на одном месте и не думать про то, что планы поменялись, потому что я гипер, опять же, ответственный человек и я про себя терпеть не могу, когда планы меняются. С одной стороны, я себя, опять же, приземляю, что это от меня не зависело, это там у другого человека что-то случилось, произошло, и он решил внезапно поменять планы. Но я понимаю, что сейчас я хотя бы в себе это признаю, потому что раньше для меня это было, что как можно быть непунктуальным, как можно не предупредить, что вы там встретитесь на час позже или встретитесь на следующий день или там созвон пройдет на несколько минут позже, как минимум за сутки, как можно не предупредить. То есть, вот я такой человек. А потом я просто поняла, что у меня слишком развит контроль, прям гиперконтроль у меня, и это в принципе ненормально, для меня ненормально. Окей, про себя буду говорить, я тут не коуч, не психолог, так что просто свой опыт говорю, что я в себе это признала, в себе это осознала, что это гиперконтроль над действиями самых близких людей и гиперконтроль над ситуацией, над своей жизнью. То есть, вот то, что у меня по времени должен был созвон во столько-то начаться, если он начался там на полчаса позже, не по моей вине, то я такая, все, крест. В общем, у меня очень сильно настроение портится, хочу помыть руки. Я сегодня на завтрак готовила, как сказать, готовила, разогревала в духовке пиццу, римскую пиццу я заказала с ветчиной и грибами, ветчина такая необычная была, только нарезанную курочку что ли похожая была, такая очень-очень светлая, ну, может, как раз натуральная, не знаю, и нам очень спасибо вам понравилось, я бы прям и на ужин даже такую пиццу ела, ну, в принципе, пиццу кто на завтрак ест, только вот после тусовки какой-то, не знаю, что это было, но, в общем, нам захотелось и Настя так восторгалась, попросила всегда эту пиццу выбрать, всегда этой пиццей завтракать, хотя мы это та, так скажем, семейка, которая всегда завтракает овсяной кашей на воде, без сахара, с медом, может, какие-то ягодки, фрукты и все, то есть мы даже не такие, что постоянно какие-то сэндвичи делать на завтрак, много яиц есть, нет, и из-за того, что у меня на сегодня планы были по времени, я все утро, как белка в колесе, делала миллион других задач, сейчас включу другое освещение, и поэтому у меня небольшой бардак, да, у меня кровать застелена, вот там просто кофта-носима лежит, положу в шкаф, ничего страшного здесь нет, но вот это все с проводами, мне сейчас быстро разобраться нужно, потому что я сняла два или три рилс, его, кстати, их смонтировать сейчас надо, какая блогерская деятельность, ох уж, это работа, но на самом деле это очень энергозатратно, потому что сегодня пять часов я, ну, не то, что потратила, а именно уделила своей работе онлайн, я делала стратегии на наставничество, ученицы на программе, плюс договаривались о созвонах, то есть это начальная стадия, это даже еще не самая сложная работа, самое сложное, это постоянно созвоны проводить, всегда что-то новое на созвонах говорить, именно новые стратегии под текущие реалии, чтобы сразу был результат в первый же месяц, то есть уже за половину программы, так что это на самом деле очень многого стоит и в прямом и переносном смысле, это такая деятельность, где нужно всегда быть лидером, уже человек сам выбирает быть лидером всегда или быть удобным, это в принципе по жизни, так, не только там на программе, по фрилансе, всегда, в любых отношениях, даже любовных, дружественных, ты сам выбираешь, кем быть. И там снова воду надо поменять, они, кстати, очень долго стоят, это Альстромерии, они недели три, я думаю, будут стоять, при этом они огромные, я даже думаю, может на кухне их поставить, хотя, с другой стороны, тут увлажнитель очень хорошо прям на них направлен, мне кажется, это класс для них, потому что вот тут рядом батарея огромная, и она прям печет, а она у меня наполовину закрыта, поэтому она нормальная, я, конечно, у нас там зима на улице, я, как обычно, батареи закрываю, потому что у нас что-то за квартира, я, конечно, рада, конечно, но не всегда жарко, и зимой, и летом, понятное дело, летом вообще у нас как будто плюс 50, я как-то мерила, я не знаю, какой это термометр был, может увлажнитель воздуха как-то измерял, или что это было, но, в общем, летом у нас 41 градус был, мне кажется, я даже на влог где-то снимала, и не 43, внутри помещения, с увлажнителем воздуха, с открытыми окнами, это просто капец, сейчас налью себе водички, и, кстати говоря, я вспомнила, в пункте выдачи уже лежит лампочка для кухни, наконец-то, холодный свет, и очень мощный, мощнее раза в три, я вот единственное, заказала по мощности такую, но не задумалась, а вдруг вообще нельзя такую вкручивать, слишком мощную, и она для какого-то, не знаю, промышленного предприятия, не для кухни, где один проводок торчит, потому что в любом случае это нужно было сделать, какой-то новый пункт выдачи открылся, пойду туда, наконец-то не нужно контактировать с людьми, потому что у меня ближайший пункт выдачи, это где человеку нужно говорить, там, дайте, пожалуйста, вот это вот мой QR-код, терпеть не могу, господи, потому что я из тех людей, которые всегда ставят галочку, бесконтактная доставка, оставить у двери, вот это прям для меня функция, спасибо ковиду за это, с холодильника сейчас достала, и решила сразу вместе с вами как бы разобраться, это полоски для носа, не скажу, что они прям супер работают, но говорят, что вот это хорошая фирма, и я один раз пробовала, ну да, там что-то вылезло, но нос как будто со стороны не стал чище, как будто полоска была грязная, а нос не изменился, не знаю, как так, но хочу на видное место положить, потому что их надо после ванны, наверное, делать после душа, когда нос распарен, а вот это крем с SPF, я его хочу выбросить, потому что он очень давно, его там много, наверное, вот столько, вот от пальца вниз, то есть очень много, и мне кажется, срок годности прошел просто давным-давно, 12 месяцев срок годности, а я его открыла, мне кажется, года 3 назад, в общем, в любом случае, в ближайшее время я им пользоваться не буду, на это лето я его куплю уже другой, потому что это больше, как молочко, и оно оставляло, знаете, такой и блеск, какой-то нездоровый, прям заметно, как будто маслом намазали лицо, и белую пелену, в общем, ощущение было, что я просто какой-то белой детской краской намазала лицо целиком, и оно блестело очень сильно, молочко для лица и тела, но я вот им мазала руки, спину, себе, на симпы, на самом деле, расход очень маленький, то есть у меня этот тюбик вообще не израсходовался, но он ужасный, вот только если едете прямо на море, летом, загорать, не загорать, чтобы не сгореть, вот тогда да, именно тело мазать, но для лица я хочу какой-то спросить, возможно, у маминого косметолога, потому что у мамы нужно спросить, я думаю, мне кажется, у него даже дома в запасах лежит, потому что, как вы понимаете, я такой запасливый хомячок, у которого есть шкаф с запасами, где там 10 пачек макарон, и лекарства тоже на год вперед, потому что у меня семья такая всегда была, мне всегда показывали, что это же удобно сразу накупить кучу всего, например, накупить кучу станков для бритвы, ну это же удобно, идти в магазин не когда у тебя там закончились средства гигиены, а заранее их закупить просто много, и пусть они лежат, они не так много места занимают, ну окей, конечно, кто там живет совсем в маленьких квартирках, то там места не будет, но я просто, я даже не знаю, каково это, поэтому вот я как бы и свою жизнь выстраиваю точно так же, как и мне показывали всю мою подростковую жизнь. Опять же, не привыкла на фронталку снимать, но когда я на улице, как-то холодно или не хочется, просто вот так на вытянутой руке, ну и плюс у себя на районе, вот, может быть поэтому, потому что в центре я наоборот люблю вот на полную руку вот так снимать, чтобы вам все видно было, красиво. Я сходила, забрала озон и супер внезапно встретила подругу, с которой мы уже лет 15, мне кажется, дружим, и она, я знала, что озон находится в соседнем, или такой сильный ветер, наверное, не смогу ничего рассказать. Такую лампочку выбрала, надеюсь, подойдет, вроде все параметры проверила, вот единственное, я не знаю, 30 ватт это очень много, я не знаю, взорвется у меня все или нет. Вот это получается до, конечно, камера полностью не передаст, она как-то выравнивает еще свет, но запомните. А вот это после. Я не знаю, как вам описать мою радость. Хотя знаю, просто посмотрите, какое теперь освещение, когда на кухне включил свет. Офигеть, это так просто было исправить, а мы два с половиной года жили и ненавидели эту иллюстру. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.